Водоканал. Сегодня день новых прорывов не зарегистрировано, кроме серьезного прорыва, который случился вчера на перекрестке Тухачевского-Мицкевича. Вчера вода была перекрыта, у нас были проблемы с техникой, мы не смогли вчера его устранить. Водя техника выехала после работы. А воду хоть послали люди? Да, вода вчера ездила до 9 вечера, стояла машина, и сегодня в 6.30 утра машина была там. Ну, устраним сегодня? Я надеюсь, что да. Хорошо, спасибо. Работаем в плановом режиме, закончили работы по ремонту мягкой крови, сейчас остаток еще шиферной ремонт шиферной крови, будем производить по мере подобных условий. Здесь же мы на контроле вопрос с сосульками, то есть необходимо, естественно, поедутся, потому что... Сколько сосульки, сколько вот эти завещали? Мы проверили, мы проверили вчера, по домам нет сосульок, сход снега, ну, это уже... Вот так, как это надо, там уже... Нет, вот снег это серьезная ситуация, потому что это не только сегодня, вы смотрите на соседнее здание, а я приезжал сегодня в город... У нас такие 2-3 дома всего, у нас... Нет, не 2-3 дома, вот подъедьте, пожалуйста, на 9 квартале, посмотрите пятиэтажки на Йорге, как снег там падает, падает, и вы не думаете, что его скидывают. Как на Сучаве сегодня я видел, все, и падает снег. Нет, это... Но ускатных нет, конечно. Нет ускатных, но... Там спарапета. Это спарапета то, что надуло, налипло, сейчас оно потаивает. Работы 2 дня проводились по уборке внутриквартальных территорий от снега, то есть, про освобождать проезжие пути. Сегодня мы уже, пока нет бедного снега, вышли на уборку территорий, то есть, мусора, который не убрали до сих пор. Тяна Борисовна, сегодня Юрий Николаевич, Светлана Викторовна, все сегодня выводите людей, чтобы сегодня мы убрали те грехи, которые у нас есть. И по уборке улиц, и по уборке снега, как вы сказали, Юрий Николаевич, и также уборке мусора. Понятно поэтому? Обязательно, потому что пока позволяет погодные условия, надо это выполнить. Вот здесь в результате погодных условий. Дальше, вы сказали, что вы закончили замену мягкой кровли. Мы же ее еще не закончили. Там же есть адресарь, который, я знаю, прав-то не есть, что вы к ним должны вернуться, когда будут погодные условия, если они будут. Два адреса, да. Не два адреса, там поболее. Мы убрали, какие вопросы мы убрали. Там были не капитальные лима, где надо было подрывать крышу, а есть... Да, у нас остался Болгарская 100 и еще два адреса наших, да? Болгарская 100, это еще неверно. Вы помните за это, да? Да, конечно. Хорошо. И Минеску 9, Болгарская 100 еще. Я вас понял по этому вопросу. Дальше, я хочу вернуться к вопросу по общежитию, это мехкомбинаты, да? Да. Значит, там живут также наши бельчане. Но сегодня получается, что мехкомбинат существует, будем так говорить, до Юры, а его нет, да? Ну, то есть нет. Люди проживают в этом общежитии, люди платят за тепло, люди платят за электроэнергию. Ну, скорее всего, платят, потому что я не думаю, что им подают услугу и там не платят. Но сегодня такая ситуация, что на последних этажах живут люди-инвалиды. И дети там живут инвалиды, и родители, которые бедные посвящают всю жизнь свою детям-инвалидам. Но ситуация такая, что у них течет крыша. И течет, я так понимаю, что серьезно. Значит, ту смету, что вы составили, это только на вот эти... На немой кроме на этой квартире. Это 20 тысяч лет, да, я понимаю? Да. Значит, это только на эту квартиру? А если вы ее сделаете, эту квартиру, а в соседней... Мы не имеем права. Вы не поняли меня? Но найдется человек, который проплотит вам деньги, я не знаю. Будет платная услуга без проблем, но навесно. Так, а что он сейчас делает? Подрыв, Николай Николаевич, как сейчас существует? У меня уже есть одно судебное, это самое, процесс один по подрыву. Сделали подрыв, человек сам просил, и потом, когда чуть-чуть начало таять, затопили квартиру. Сам просил, и я имею целый судебный процесс сейчас из-за этого. Хорошо. Но вот этих людей бросил в медкомбинар. Что делать с ними? Ну что делать, там инвалиды живут? Какой выход? Создать ассоциацию со своей счетом, и уникировать крышу. Выход идет. Я там рядом был. Не будет. 20 тысяч Николай Николаевич, после одного года, понимаете? Чтобы на 20 тысяч сделать, или мой прогресс, это было не один год, сидеть с тобой крышей. Хорошо. Если найдутся люди, которые скажут, что мы хотим помолчать. Только на весне. И сейчас даже, если будет хорошая погода, ничего не сделают? Там подрыв сейчас много. Замокшусь, все. Уже замокшусь. Если ремонт и кровлю в этих погодных условиях, задачу можно ставить, добиться того результата, который можно... Сейчас минимизировать ущерб от этого, то есть от сырости не уйдут на них. Только чтобы на голову не капали. Здесь нам нужно мощным полиэтиленом парниковым накрыть целым куском 6-метровым, накрыть всю эту площадь квартиры. И ждать весны, чтобы оно не текло, чтобы оно стекало все, а сырость останется. Но это еще не факт. Если на других сторон не пойдет нибудь облада, то может еще и куда-то быть. Он укроет нас с собой. Но они не сделают. Соседние квартиры... Я не понимаю, понимаете. Вот бросили это общежитие. На БАМе есть у нас, на Нижнем... Это Нижний БАМ, где дороги, я говорю, вода... Внизу, зашли, общежитие там тоже, да? А чего? По-моему, с 7-м, что-нибудь. Это технический. Нет, нет, нет. Это технический. Там бросили людей. Ну вот как? Надо что-то делать с этим. Давайте будем выходить, писать письма какие-то официальные на эти предприятия. Ну там же живут тоже люди наши. Ну предприятия, но они бросили людей, вы понимаете? Подумайте, подготовьте мне какое-то обращение, чтобы эти дома или забирать на баланс, или чтобы они их передавали, если они бросили людей. Николай Николаевич, мы с РОО 21-4 не можем прийти. Там уже идет ликвидация предприятий. И просим, дайте информацию, вы передаете, вы отдаете этот дом. Даете возможность прийти, если они молчат. Вы говорите за такие дома тоже. Я говорю за все дома. Значит, этот вопрос, пожалуйста, по мехкомбинату. Только будут погодные условия, даже, как говорили Вячеслав Иванович, накрыть пленкой. Сразу сообщите мне, чтобы эту пленку вам приобрели, чтобы только ее положили, если это поможет. Хорошо. Хорошо? Да. Индепенденция 35. Света вам предоставлена. Вчера в селе Нижебехаичи, в Москве, было найдено место прорыва. Однако при вскрытии под этого пола оказалось, что присоединить от места прорыва кусок трубы, для того, чтобы отсутствовать отопление, надо будет еще делать. Значит, искать место, к чему можно будет присоединиться. Чему пришли, к чему будет? Пока попробуем запустить этот дом, но на следующий год, в любом случае, надо будет решить вопрос с проектной документацией. Ну, это должны решать жильцы дома. Да, разумеется. А это их, да. Там же тоже, я так понимаю, ассоциация? Там ассоциация, да. Там ситуация еще. Это изначально был дом ЖСК. Это не вот это, что приватизированные, а потом приватизированные квартиры собрали своего ПК. Этот дом изначально строился и эксплуатировался только в форме, как кооперативного дома. И я повторюсь, я 25 лет назад был на совещании этого ПК и говорил, вы не можете управлять своим домом, потому что поразъезжались. Выберите хотя бы уполномоченных, потому что собрание уполномоченных, если общее собрание определилось, то собрание уполномоченных праве решать вопросы. Даже это не сделало. Полное пренебрежение собственной имущества. Я вам скажу, Николай Николаевич, дело в том, что если человек 0 тысячи там на конец и в Санкт-Петербурге является поставщиком из ПК, то ЖКХ там... Да и с этими общежитиями сформировать ассоциации, потом передать обслуживание. Кто сформировал? Только сособственники. Только сособственники. Только жильцы. Ни одна структура государственная не может вмешаться. Хорошо, но многие предприятия... Объявление не имеешь права повесить. Да, многие предприятия же уже не функционируют. У нас есть комбинат, там что уже? Там нет комбината. Молоденник на приеме пришли делегации ассоциации ПАЁРГ-22А и требуют, просят, они уже как бы собрали 100% подписи на переходе к обслуживанию. А все просто, они уже требуют обслуживания. Да, им надоела та форма правления и тот весь предел, который творится сегодня в ассоциации. И так же самое с этим домом. Эти женщины пришли, вы же видели их, но сейчас они без отопления. Татьяна Борисовна, я понимаю, что вы там находитесь сегодня на птичьих правах, но я вам сказал, значит, оказать полную поддержку Четнорг своими силами, а вы своими силами, чтобы запустить этот дом, а председатель дома и их ассоциация потом дальше-дальше-дальше решает. Владимир Николаевич, мы оказываем поддержку. Сейчас наши люди там находятся. Единственное, о чем прошу, чтобы потом в случае каких-то вариантов не были виноваты ЖКХ. Нет, виноват буду опять я, зачем я? Вы виноваты точно не были. Но мы сделаем для людей. Ну да. Ну и все. Хорошо, спасибо. Говорим, что вы все делаете? У нас все нормально работает, согласно графику и заявку. Я понял, Геннадий Николаевич, долги погасили? Нет. Передайте своему руководству, что, по крайней мере, это непорядочно. Потому что сегодня число, то, которое уже нарушено, два раза. И ваш директор обещал погасить все долги. Передайте, пожалуйста. Дора Ивановна. На сегодняшний день у нас увеличение немножко травм, связанных с погодными условиями. Поэтому просим Матерсу, если можно, посыпать места остановки транспорта. Вообще, если вы хотите, чтобы немножко контролировать эти вещи. По респираторным заболеваниям мы не отличаемся от прошлого года. Так что у нас это все подконтрольно. Во всех лечебных учреждениях тепло. Хорошо, спасибо. Дора Ивановна, меня интересует вопрос. Животно. На сегодняшний день закончена подготовка нового положения, которое будет передано на рассмотрение. Готовится бюджет. Это рутинная работа, очень долго и длинная. 80% говорил макать, что готова принципы по питомнику. Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы начать собирать в эти вольеры, если будут подготовлены специально бутки. Сейчас я разбираюсь с вопросом, есть ли вложенные деньги в изготовление этих буток. Потому что собрать туретки, где есть только цементный пол и сетка, это неправильно. Поэтому вот этот вопрос сейчас встал после вчерашней повестки. До конца дня эта информация будет. Если можно будет... На сегодняшний день там 14 буток, но это очень мало. Нет, я не говорю, что это много. Давайте пойдем по пути будок тогда и вольеров, забирать вольеры. Но это надо делать срочно. Вольеры собранные. Значит, вы говорите сейчас за будки. Давайте, потому что надо идти дальше, это не может продолжаться. Вы поймите. Нет, конечно, собак собирают по мере вольеров. И собак надо... И собак надо, Юрий Николаевич, надо собирать собак. Не надо идти по пути сегодня стерилизации, дорогой вам. Нет. Надо собирать собак и вывозить их, Юрий Николаевич. Вывозить и прямо туда, потому что то нашествие сегодня, ну уже давайте... Я понимаю защиту животных, я не призываю там насильно их вывозить, но их надо вывозить прямо из стаяни туда, чтобы они там сегодня находились и обезопасить тем самым наших детей. Даня Курасович, я не просто вы меня это будем делать, но правильно, Даня Курасович говорит, потому что нужно утеплить им пол, потому что мы, получается... Слушай, подождите, подождите. Здорово. Но я был в питомниках, начиная с войск и заканчивая здесь гражданскими. Подождите. Есть у них вольеры, где идет покрытие, где они спят, а перед вольером везде бетонный пол. О чем вы говорите? Там нет никаких деревянных настилов. Настил деревянный только там, где спят животные. Или это буд, как правильно вы говорите, или это закрытый вольер, но и там деревянный настил. А там, где находится и прогуливается собака, там бетонный пол. И это было везде и всегда. Вы что, хотите, чтобы здесь закрыть бетонный пол? Нет. И нужно где-то находиться, хотя бы в ночное время. Ну, там понятно. Я понимаю, вопрос будет. Кроме этого, вы же понимаете, что... Меня волнует не другое тема. Меня волнует питание собак. Вот это меня волнует. Потому что на то, что вы мне говорили, что наши общественные организации, наши защитники животных будут приносить туда мешками корм, и будут... Ничего этого нет. Никакие организации сегодня никакой корм в Бельцах не приносят. Какая причина, я не знаю. Вы знаете причину? Ну, потому что им хочется просто говорить о том, что все ничего не делают. Я на сегодняшний день получила всю информацию по кормам, куда можно обратиться и прямо сегодня до конца... Давайте обращаться уже, но... Написано. Животных надо кормить, вы понимаете? Понимаем, поэтому обращаемся еще и к жителям города, кто хочет принести судьбой корм. Принесите, но только судьбой. Потому что другой корм, его просто невозможно сейчас не разогреть, ничего с ним сделать. Кто хочет приобрести будки, они стоят в пределах 400-500 лей, могут заказать в нашем доме и тоже принести. Никто не просит никаких средств на сегодняшний день, потому что пока не будет счета для общественной организации, приностранных, официально никто деньги не собирает. Здорово. Давайте быстрее в этом направлении двигаться, потому что уже надо заканчивать. И так мы идем вперед. Что мы обещали, мы быстрее это выполняем. Если мы не наладим контакт с районами, которые находятся рядом с нами, то это ничего все равно не даст, потому что все свободные места в городе будут заняты собаками из района Сем. Поэтому на сегодняшний день нужно выходить еще и на Рыжкары, Гладяны. Чтобы не вывозили в Гольца собак. Нет, чтобы они занимались тем же, чем занимаемся мы. Мы занимаемся приютом, потому что Ренат Русат, я тогда сказал, что у нас в Гольцах будет приют. Где в Молдавии еще есть приют? Нет, нигде. Вы сейчас хотите, чтобы я сказал, ближайшим районным советам, чтобы строить, пожалуйста, приют? И я обращусь, и что будут построят? Говорить все могут. Там же сегодня правят демократы, они же не строят приюты, они только говорят. Собаки принадлежат в город. Собаки принадлежат в город. И те, что приезжие? И те, что приезжие? Нет, Николай Николаевич, я хочу, чтобы вы поняли, что все, что сделают, делается. И все, что... Дорога. Я вас как раз понимаю, и лучше всех вас понимаю. Сейчас я вам поставил задачу. Найдите мне, пожалуйста, кто сегодня из общественных организаций будет поставлять корм. Потому что ситуация та, что у нас бюджет только впереди будет обсуждаться. Да, я понимаю, что нам надо заложить финансовое покрытие на корма. Но сегодня выход из положения только тот, что вы мне говорили. Что общественные организации обещали нам, и мы с ними собирались в 324 кабинете не один раз. И они нам говорили, вы только сделайте приют, а корм мы будем мешками, тоннами мы у вас заваливаем. Но что-то я не вижу ни одного килограмма. Хорошо, я поняла. Или им запретили это делать? Это другой вопрос. Потому что я еще не исключаю, что этот вопрос могли запретить им по политическим убеждениям. Хорошо, я поняла. Сейчас, пожалуйста. У меня еще один вопрос есть. Я вот кто-то проезжал, заезжал туда, в этот собачник. Это единственная вот эта сетка, которая дает там пару кудочек, там не пару, там их 14 штук. Нет, это подсветка, это временный. Это временный. А вот этот, который большой, это основной. Но он пока не эксплуатирует. 70% только готов. Но электроэнергия там подключена. И по поводу вот этих бутов, вы сказали, что 450 лет, цена вопроса, да? А если в домашних условиях человек может, да, он имеет время и материал, чтобы он изготовил эту буту? Мы собрали, кто мог дать. Мы закупили некоторое количество. Кто захотел, принес сам. Ну вот это тоже просто. Если у многих людей дома, да, материал, он может этот изготовить, принести они обязательно там в деньгах. И прокладу тоже самое. Ну, корм всем абсолютно сказано. Сегодня работает телевидение, которое опять донесет информацию, что мы обращаемся и просим, чтобы нам приносили сухой корм. Мы все, что можем собрать, мы приносим. На сегодняшний день есть те животные, которые там, они покрыты питанием. Там есть человек, который получает заработную плату за то, что он ухаживает за этими собаками. Но если она бросит работу, то тогда это будет катастрофа. Хорошо. А где пять желающих, которые вы мне говорили, общественные организации, что будут там волонтеры, что общественные организации... Там есть только два волонтера, какие-то хриотические... Ну, видите, получается, мы только говорим об этом. Ну и все это... А люди, которые все это сказали, все, которые сказали, что нужен питомник, мы будем помогать в северную сторону, да? Хорошо. Я еще один раз и говорю. Я еще раз буду говорить. Все, что можно сделать, на сегодняшний день, оно делается. Задачу я получил, я буду... Все, спасибо. Светлана Викторовна. За текущий месяц предприятие мы взяли 1760 кг в листвы. Все объекты, на которых работали работники нашего предприятия, значит, вывезено все собранное. У нас остался, мы не успели убрать, единственный объект, и то не помню, не весь, а оставшуюся часть это порядка 1,5 гектара, который был выкрашен, вычтен от дикой поросли, это по улице Лесичка в будущий парк. По возможности погонных условий мы увидели то, что там осталось. Что касается уборки, значит, техника всем работала на ленинге, по очистке пешеходных зон вдоль магистральных улиц в парке Сквера и Бурбары. Значит, ручным способом убирались в остановке все пешеходные переходы, перекрестки. Значит, продолжаются сегодня работы по очистке ручным способом. Утром, значит, вчера вывозился снег с площади. На территории города установлено 100 ящиков для пескосолярной смеси. Развозится сегодня с утра песок, после беды мы будем продолжать вывозить снег с площади. Значит, за этот период у нас 53 заявки о варийных падениях. Вчера было устранено с 7 утра до 6 часов вечера, позже мы могли работать с 8 сложной погодной. Значит, устранено было 17, это самые сложные и самые тяжелые греса. Значит, хочу сказать, что вчера нам оказалось большое содействие работники ЖКХ, которые очистили проезды и подходы к жительным домам от ветра. Сегодня с утра, с 7 утра две бригады продолжают работать, устранять эти отельсы. Я думаю, что максимум сегодня и завтра мы все это ликвидируем. Самое страшное письма были устранены вчера до конца дня, сегодня уже просто сбор и распиловка того, что убыло в сторону. Вся техника работает, люди все. А я не вижу, на Ливаневской вчера раз было падение веток, что не устраняли-то? Я говорю, что из 53 адресов устранили, 17, это тяжелые падения на теплотрассы, на газопроводы, то есть серьезные. Там, где терпит, но оставили сегодня, продолжают работать. Сегодня работает, да? Да, безусловно, бригады, с утра. Ну и справедливое замечание было все-таки по поводу остановок? Остановки уже убираются ежедневно, 4 часа утра, посыпаются, установленные ящики для песко-соляной смеси, нету скользких остановок, могу спорить в гротный пакет. Скажите, а на бургвале Бариса посыпали? Не посыпали, не было необходимости посыпать. Почему? В смысле, утром сегодня посыпали, вчера нет. Утром сегодня посыпали? Утром сегодня, утром, 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 У нас идет первая очередь, я пытаюсь объяснить, количество людей, я хочу, чтобы люди понимали, что количество людей, не настолько огромное. Значит, у нас в первую очередь это, подходы к остановкам, пешеходные переходы, перекрестки, это в 4 часа утра, начинается торговка, люди должны нормально сесть в транспорт, перейти через пешеходный переход, в детский сад, в школу и так далее. Потом, безусловно, подходные зоны к остановкам, потом мы уходим уже на бульвары и так далее, на другие объекты. Люди должны понимать, Николай Николаевич, что эти погодные условия считаются сложными, что каждый должен быть осторожен, каждый должен переживать за свое здоровье, за то, чтобы это вот, передвигаться осторожно, передвигаться по тем зонам, которые подготовлены, которые посыпаны, все полностью вычистить и полностью все посыпать. Нереально невозможно и никогда нигде это не происходит, даже, мне кажется, и в Европе. Значит, есть места, не идите через бульвар, а идите через внутриквартальную территорию, где посыпано. Вы же видите, где очищено, где тот. С утра мы делаем все возможное, чтобы обеспечить подход, я говорю, людям, к общественному транспорту и пешеходным переходам перекрестков. У нас работает по всему городу, на весь город 45 человек дворников. Из четырех утра люди на работе. Люди выполняют эту работу. Ну, сегодня вы покроете уже весь город, да? Да. Хорошо, спасибо. Без тенец. Приятная работа с штабом режима подъема, кроме основных проблем, реконструкции. Своими силами проводим его в Ломеле. А сейчас сколько гостей у вас? Ну, вчера заехало 40 человек. А откуда люди? В Сербии. У меня Новый год скоро? Да. Готовьтесь. Почему? Люди. К гостям. Всегда гостим. Хорошо, спасибо. Дмитрий Николаевич, простите, я забыла. Мы хотели через телевидение обратиться к пожилым врачам. На сегодняшний день желательно, чтобы соблюдалось как летом, когда очень жарко, и сейчас, когда такая скользкая погода, чтобы они все-таки максимально воздержались от выхода на улицу. У нас учащаются специфические травмы, связанные у пожилых людей с переломками шеи и бедра. И мы рекомендуем им все-таки воздержаться, если есть необходимость, и есть кому помочь, то лучше не выходить. Потому что именно сейчас этот скользкий период, и у нас будут большие проблемы. Учащиеся, если вы не можете, чтобы они не могли. Учащиеся. 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 Замечание рабочей комиссии, которая пришла 5 декабря. Технический паспорт по объекту и техническая коммутация исполнительная передана в инспекцию по техническому инвзору включенную. В улице Карачевана на 23 ноября назначена рабочая комиссия по приемке объекта в эксплуатацию. По уличному освещению принимаете заявки от населения в части перебоев, где есть, что мигает, вам не горят и придается эксплуатации для... Хорошо, меня интересует улица Дечебал 166, 168, 170 и 172 по освещению, что работает с перебоями. На улице темно, и знаете, к моему сожалению, позвонили диспетчеру, диспетчер ответил такую фразу, высказал, так идет снег на улице Светло. Это как понимать? Запишите, пожалуйста, телефон 01031 264-31. И разберитесь, пожалуйста, кто это так отвечает у нас, что на улице идет снег, Светло и без освещения. На чешний день было 10 часов. Вы мне поняли, Дечебал 166, 168, 170 и 172. Хорошо. Дальше. Дальше. Подготовьте письмо, пожалуйста, на председателя, на примара, вернее, Елизаветовки. Там люди жалуются очень сильно на освещение. Что нет освещения, они обращаются к кому-то из управления постсовета, и там никто не реагирует. Освещение горит утром, а вечером освещение включают только где-то, не знаю, после 9 или 10 вечера. Вот у меня есть даже изображение села Елизавет. По местному графику. Да. Осталось так, я делюсь. Скажите, проектно-сметную документацию вы готовите по спортивной площадке? Подготовлено задание. Так. Дальше. Для объявления работы. То есть вы готовы к тому, что... Все я понял. Все я понял. Хорошо, спасибо. Работаем в штатном режиме. Горожие службы справились со своей задачей. Существенного сбоя в движении не было. Техника подготовлена. Используется. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, в этом месяце что происходит у вас с проездными билетами? Как всегда напечатано или меньше? Нет. Как всегда. Как всегда. Как всегда. Значит, допишите телефон, пожалуйста. 0785 3 11 71. Да. Значит, в семье проживают два инвалидов. И детям приходится добираться, пересаживаться на два вида транспорта, чтобы доехать до своей школы. Так как или нет проездных, или нет, или не было проездных, но мать Татьяна жалуется на это. Поэтому созвонитесь с данной гражданкой и узнаете в чем проблема, в чем ситуация и решите этот вопрос. Хорошо? Я понял. Спасибо. Благодарю. Экология. Я бы сказал. Полиция. Они игнорируют. Управление. Юрий Шалович. Совсем вычислили. Ну все, всем спасибо. Давайте своим обязанностям.